Всем привет, мои дорогие друзья! В этом видео я бы хотел вам рассказать о очень такой понравившейся мне проге. Я такую еще, можно сказать, никогда не видел. Есть только на сайтах. И эта программка называется IsOnLife. Смысл этой программы, она демонстрирует нам онлайн-трансляцию из космоса, со международной станцией МКС. Ну, это МКС, это международная станция. Так, и если нажать два раза вот на этот экран, то мы увидим, что происходит там, в космосе. Что-то тут красное, я не знаю, что это, но это реально в прямом эфире все происходит, все онлайн. Тут у них еще есть, если вот так вот свайп такой сделать, видео 1. Это видео демонстрирует нам прямо вид, прямо на землю. Это очень круто, очень. Вы просто не представляете, какие там, блин, красоты. Ну, это так. На камере 2 не так уж и интересно. Она показывает просто... Мне показался там человек. Я думаю, может такое быть, что там человек. Но, мне кажется, они отключают, когда они работают там, или что-то у них еще. Они отключают камеру. Когда она им нужна. Я прочитал, что после работы они там отдыхают, что-то еще делают. И включают камеру таким простым людям, как мы, чтобы мы могли посмотреть на это все дело. Нет, мне показалось там все-таки что-то есть. Нет, нет, ничего. Я не знаю, что за херня красная, но она уже сегодня была, я же обосрался. Так, ну, я вам... Сейчас, сейчас мы глянем на карту. И глянем, что же у нас тут. Блин, зависло. Да, она бывает зависает. Так, сейчас мы перезайдем в эту программку. Ну, заодно я тогда сейчас покажу фотки с этой херни. Вот. Вот это вот. Вот это вот было сегодня над океаном. Я не знаю, что это. Это, возможно, острова. Точно, это острова. Я так понял, что это острова. Вот такие вот разные точечки. Так, глянем дальше. Вот красная херотень какая-то. Вот, я сегодня утром проснулся, короче, захожу. А тут такое. Я не знаю, что это. Вот это красное и... И зеленое херотень. Я реально не знаю, что это. Но я думал, все капец какой-то. Но я реально немножко... Можно сказать, наложил штаны. Сейчас мы опять запустим эту программку. Она бесплатная. И это огромный плюс такой программы, что она бесплатная. Ссылочка, конечно же, конечно же, как же без этого. Она будет в описании. Так, да, вот красная. Они периодически вертят в разные стороны камеру. Вот эту вот вторую. Чтобы мы посмотрели. Оба-оба. Она загорается что-то. Блин, вот интересно, интересно. Может быть, она на солнце повернута? Блин, точно. Я так понял, что они камеру от солнца повернули. Там же излучение всякое. Может быть, там что-то повредит. Радиационная шняга вот эта вот. Или я могу ошибаться, но я не знаю. Но тут уже тускнеет. Если чёрный экран, не обязательно бояться. Это... Просто как-то, как сказать, они вроде отключают. Или... Тёмная сторона. Ночь там, всё такое. Сейчас мы перевернём. Вот карта. Как мы видим, вот тёмная сторона. И вот пока она... Она вот эта вот станция не пройдёт по красной точке. Вот этой вот. По красной линии. И вот она так вот по орбите своей. Вот так вот каждый день туда-сюда, туда-сюда. Движется. Вот я недавно смотрел, как она над Африкой. Ой, это не Африка. Да, это Африка. Как она над Африкой, наша вот эта МКС, пролетала. Было очень эпично. Можно посмотреть, можно... Блин, прикольно. Честное слово, ни разу. А, ну и сейчас, чтобы показать, что это не фейк. Чтобы показать, что это всё транслируется по онлайну. Вот уже цвет другой. Возможно, она отвернулась от солнца. Это всё очень интересно, друзья. Я как скачал, я охерел. Так, сейчас мы с вами выйдем. И мы зайдём... Так, Космос Онлайн. Я уже тут набирал. Так, Космос Онлайн просмотров в реальном времени. И сейчас мы увидим похожую картину. То, что мы видели в этом приложении. Так, нажимаем на зелёную кнопочку. И ждём нас от ТВ. Так, говно какое-то, рекламка. Плаги не поддерживаются. Ну ладно, зайдём на другой сайт. В другом сайте это всё без проблем. И мы сейчас... Программка у меня... Надо включить. Чтобы потом резко телепортироваться. Телепортироваться, блин. Резко направить. Да блин! Просто перейти в другое приложение. И с браузера в приложение. Чтобы показать, что это всё не фейк. Что это всё работает. Так, загружается. Нажимаем. Так, вот мы видим. Не знаю, видно. Вроде видно. Вот такой вот херотень. Камера на станцию повёрнута. И быстренько заходим в приложение. И видим аналогичную шнягу. Ну и всё у нас. Нажимаем два раза на вот это окошечко. И мы в полном экране смотрим на всё это дело. Ну и чтобы показать все эти красоты, я, наверное, поставлю на паузу. О! О, не, не буду стоять на паузу. Вот мы пролетаем над этим. Тихий океан. Так. Чуть захеротень у меня. Иди в жопу. Это всё. Твиттер, твиттер. Так. Вот мы можем в реальном времени увидеть, что она передвигается. Так. Тапнем два раза. И мы видим острова. Я не знаю, что это, но мне кажется, это острова. Круто, круто. Переключимся на карту 2, на камеру 2. И введем нашу станцию. Конечно, всё это круто, очень прям затягивает. Я даже на двух телефонах проверял, типа не фейк, просто два телефона перед собой положил, запустил, всё нормально, всё одинаково. Вроде. И можно спокойно верить, что это не фейк. Это реально работает, это реально трансляция. Онлайн-трансляция. Иногда у них, конечно, не работает. Появляется на экране заставка, там типа, извините, там, наверное, я не переводил. Так, вырубилось. Да, вот у них вырубилось. Вот. Please stand by. Эксперимент у них там какой-то. Во-во, переключились на другую херню, и мы уже видим другую сторону этой херотень. Я тут пытался разглядеть, где же там камера стоит. Я увидел какую-то палку, а на ней какая-то херотень, я подумал, это камера. Блин, круто, крутая вещь. Вот где-то вот так вот, сейчас я попробую. визуально нарисовать, где-то вот так вот. Вот так вот, это будет земля. И, я так понял, ну да, это естественно, что земля на месте стоит. А вот эта белая херотень стоит на месте. И земля достаточно так быстро крутится. Так, чтобы ещё такого сказать, ну, по первому моменту было очень страшно на это смотреть. Я сразу же поверил, что это реально работает, и мне как-то было стрёмно. Вдруг я там что-то увижу там, или что-то. Лучше, если... Ну, вот я такой ёбнутый немножко человек. Извиняюсь за мат. Но если я там увижу там что-нибудь... Лучше, короче, если там, допустим, херотень какая-то полетит на землю, ну, я не говорю, что прям именно должно что-то лететь. Я говорю, вот, если бы, то лучше бы я бы об этом не знал. Сейчас уже можно смело смотреть, но я не знаю. Это поначалу, там, первые минуты. Можно увидеть прямо, как двигается, там, вправо-влево. Сейчас она повёрнута вправо. Я это точно знаю, потому что я уже это видел, этот момент, и я смотрел момент, когда она направлена была влево, и поворачивалась прямо вот на это. Так, Тихий океан прилетает. А может быть, это и не были острова, я не знаю. Может быть, это какие-нибудь бактерии, там, эксперименты они ставят, показывают, я не знаю. Ну, что-то такое они там задумывали, что-то там вырастить хотели. Я точно не знаю. Да, ну, вроде всё вам, наверное, уже. Показать мне уже больше и нечего такого интересного отметить, но очень крутое приложение, всё реально честно работает, всё отлично. Ссылочки все будут в описании. Кому понравилось приложение, обязательно ставьте лайк, поддерживайте меня, я буду больше таких интересных штук искать. Я уже много, многого нашёл. Так что всем удачи, всем пока. Пока.